Доброго здоровья, Украина! Здоровье нам всем сегодня очень необходимо. Будет здоровье, будет у нас хорошее настроение, будет у нас хорошее настроение. Да, собственно, и с плохим настроением мы били, бьем и будем бить оккупантов. Но я просто дополнительно хочу поднять вам сегодня настроение и рассказать о спортивных новостях. Самая главная новость, с которой вы, вероятнее всего, уже хорошо знакомы, это наша землячка Ярослава Могучих, которая на чемпионате мира в закрытых помещениях совершила очередной свой подвиг, взяв высоту 2.02. Это на самом деле очень-очень крутой результат, очень крутая высота. Но я считаю, что очень здорово то, что это ее выступление стало еще одним поводом, чтобы сказать всем тем, кто смотрел за этими соревнованиями, о своем отношении ко всему происходящему в нашей стране. Элеонор Паттерсон, ее подруга из Австралии, прыгнула на высоту 2 метра и, в общем-то, стала обладательницей серебряной медали. А представительница из Казахстана Надежда Дубовицкая остановилась на высоте 1,98 метра. На этих соревнованиях не было самой главной олимпийской чемпионки Марии Лосицкени из России. Но, что хочу сказать, что в России министр спорта призвал всех звездных спортсменов присоединиться и выступить против украинской армии. Так вот, именно Мария Лосицкени первая из всех спортсменок России, которая послала этого министра по азимуту знаменитого корабля. Дальше. Вторая новость, которая тоже пришла из соревнований чемпионата мира, которые сегодня проходят в закрытых помещениях. Наша Мария Бех-Романчук стала обладательницей серебряной медали в тройном прыжке. Удивительная вещь. Бех-Романчук второй раз в своей биографии спортивной выступала в этой дисциплине и, в общем-то, такой замечательный результат. А победила в этих соревнованиях Юлимар Рахас из Венесуэлы, который показал результат 15 метров 74 сантиметра. Тоже уникальнейший результат, потому что до этого мировой рекорд принадлежал нашей соотечественнице Инессе Кровец, и который простоял, не поверите, 27 лет с 10 августа 1995 года. И тогда он был равен 15 метрам 50 сантиметрам. Сегодня новый для наших спортсменов-фигуристов открывается большой такой праздничный день, я бы сказал. Наша София Галиченко и Артем Дорецкий будут участвовать в чемпионате мира по фигурному катанию, который будет проходить во Франции. Глубоко убежден, что ребята сделают все возможное для того, чтобы стать обладателями медалей на этом чемпионате. На международном турнире по скалолазанию Евгения Казбекова, представительница нашего города, выступила тоже, я считаю, довольно хорошо, став обладательницей бронзовой медали. Золотые медали Ильи Ковтуна на брусьях и Юлии Касьяненко на бревне – еще один вклад в нашу общую победу. На этих же соревнованиях Назар Чапурны, который завоевал серебряную медаль в опорном прыжке, тоже добавил хорошего настроения для всех тех, кто болеет за наших спортсменов. Особо хотелось бы сказать про фехтовальщика Анатолия Гирея, который на международном турнире в Швеции стал обладателем золотой медали. Но помимо золотой медали, как и положено на всех крупнейших соревнованиях, еще организаторы выделяют и призовой фонд. Так вот именно этот призовой фонд, который предназначен для победителя, наш спортсмен отправил в фонд вооруженным силам Украины. Еще такая вещь, немножко может быть философская. Вы прекрасно понимаете, что на сегодняшний день мир разделился на черное и белое. До войны, после войны время разделилось. Но есть люди, которые между черным и белым проводят довольно много времени и веками. Речь про шахматы. Казалось бы, в общем-то, довольно безобидный вид спорта, тихий, романтический и философский. Но именно федерация шахмат отстранила российских спортсменов от участия во всех крупнейших международных соревнованиях под своим флагом. Еще хотелось бы сказать, что Пьер Гасли, который выступал гонщик в Формуле-1, показал свое отношение ко всему происходящему по-своему. То есть на своем шлеме он написал большими буквами «нет войне». И это его отношение ко всему происходящему. Немножечко хочется сказать про поляков. Ну, первое, то, что они выпустили замечательный клип с участием всех ведущих спортсменов Польши, вплоть до Ливандовски, где каждый из них сказал свои пару ласковых слов. Дальше. Сборная Польши и сборная Шотландии решили провести товарищеский благотворительный матч футбольный. И вот все деньги, которые будут собраны на этом матче, они все также пойдут для украинской нашей армии. И еще одна интересная новость из той же Польши. Именно там украинские спортсмены и польские спортсмены прошла большая церемония по проводам на зимний европейский юношеский олимпийский фестиваль. Ну, поскольку красивого праздничного такого масштаба мероприятия сегодня в Киеве провести трудно, польские товарищи нам помогли. И вот вместе с поляками наши ребята уехали выступать. И очень надеемся, что вернутся домой с медалями. И в заключении хочу еще сказать такую вещь. Мой друг, мой коллега Виктор Ожогин сегодня находится на передовой с оружием. И в коротких смс-ках, которыми мы с ним обмениваемся, он говорит о том, что спорт, которым он всю жизнь занимался, очень здорово ему помогает. Есть ребята, у кого сопли потекли, кому то, кому все. А вот спортивная закалка, она помогает Виктору Ивановичу быть на передовой в хорошем спортивном состоянии духа. И еще одна деталь, которая касается каждого из вас. На сегодняшний день в нашем городе стали открываться спортивные залы. И что очень мне было приятно после разговора с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Юрием Зайцевым, когда кто-то говорит про то, что надо открывать спортивные залы, а как оказалось, что он и не закрывал, что он как ходил на тренировки, как он тренирует этих ребят, так все это и продолжается. Да, количество их стало меньше, но то, что работа продолжается, это, я считаю, очень большой плюс. Как для самого олимпийского чемпиона, как примера для всех тех ребят, которые ходят к нему в зал. Именно поэтому я еще раз хочу вам всем сказать, будьте, пожалуйста, здоровы. Любите спорт, занимайтесь спортом, и он вам будет помогать. Сегодня, завтра и всегда. Будьте здоровы, хорошего вам настроения. Субтитры создавал DimaTorzok